МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании Хакасия. Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Наша гостелерадиокомпания стала стартовой площадкой для многих журналистов и дикторов. Сегодня те, кто когда-то начинал на Абаканской телестудии, работают по всей стране и даже за рубежом. С некоторыми из них до сих пор поддерживается связь. Александр Васильевич Барышев начинал диктором на нашем телевидении. Несколько лет был ведущим популярной в начале 70-х годов передачи «Круг» на Абаканской телестудии. Сейчас Александр Васильевич возглавляет информационный интернет-канал «Самара сегодня». Но и за тысячи километров он не забыл о том, как все начиналось и готов поделиться своими воспоминаниями. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Так когда-то давно, а уже, честно сказать, больше 40 лет назад, я говорил, открывая программу Абаканской студии телевидения. Сейчас, наверное, вот в таком взрослом солидном мужчине, как я, трудно, наверное, узнать того молодого человека, который начинал работать на Абаканском телевидении. Моя фамилия Барышев, меня зовут Александр, но сейчас Александр Васильевич. И я сижу в нашей редакции «Самара Тудей», «Самара сегодня», в которую я возглавляю уже почти 15 лет. На мониторах сзади меня идет картинка. Обычно во время этих записей идут кадры различных людей, принимавших участие в записях специального проекта «Я так думаю», для специального проекта «Барышев ТВ». Но сегодня, поскольку мы ведем рассказ под названием «Вспоминая Абакан», я собрал из своих архивов небольших, к сожалению, кадры, фотографии вот того периода жизни в Абакане, работы на абаканской студии телевидения. И лишний раз понимаешь, как безжалостно время по отношению к тем, кто был, кто работал до интернетной эпохи. Практически сейчас получается то, что не оцифровано было тогда, того как бы и нет. И это несправедливо. Конечно, нужно возвращать, сохранять историю. Я благодарен тем, кто обратился ко мне накануне юбилея Абаканской студии телевидения, который будет отмечаться в этом году. И какую-то часть жизни я прожил вместе с вами, вместе с Абаканским телевидением. И, наверное, это и вошло и в историю жизни, развития телевидения в Хакассии. Может быть, потому что мы придумали оригинальную, необычную программу, которая во многом предвосхитила свое время. И сегодня, вот даже иногда, когда думаешь, вспоминаешь о том, как это было, лишний раз понимаешь, насколько это все было фантастично и нереально. Не имея практически никаких минимальных количеств технических возможностей, но имея огромное желание сделать что-то необычное, хорошее, интересное для людей, для зрителей, вот мы находили всяческие приспособления и возможностей для того, чтобы это осуществить. И часто это было вообще на грани. Но эта программа называлась программа «Круг». Поскольку сегодняшние телезрители, которые смотрят эту программу, они никогда о ней не слышали, к сожалению. И осталось не так много людей, которые помнят, но мне приятно, что много людей об этом помнят. И я немножечко подробнее об этом расскажу, потому что Абакан вообще для меня, в моей жизни, ну, занимает такое особое место. Потому что это был город, это была телестудия, в котором произошло мое профессиональное становление. Я до этого был обычным диктором. Что такое диктор? Понятно, что человек, читающий по бумажке чужие слова, ну, в меру таланта и способностей, он их как-то там одушевляет, воодушевляет и изображает какие-то чувства. Хотя я уже выходил и тогда за рамки вот этого своего амплуа. Но в Абакане мне пришлось практически кардинально сменить, как сейчас бы сказали, вектор своего профессионального развития, благодаря тому, что появилась вот эта самая программа «Круг». Программа «Круг» – это уникальное явление, я считаю, в истории регионального телевидения. И она заняла свое место, потому что придумали мы ее в Кемерово, когда работали до Абакана. Там я познакомился со своей будущей женой. И так это часто бывает, что творческая жизнь переплетается, поскольку приходилось сидеть допоздна там и чай пить, и вставать, рано бежать. И как бы жизнь соединила нас и в личном плане. И после того, как мы соединились, соединились наши семьи, наши старики, дети. И, конечно, нужно было выбрать какое-то новое место, чтобы начать жизнь с чистого листа. И вот мы искали такое место. И не скажу, что это было легко, потому что все-таки достаточно большая семья и редкие профессии. Но, значит, первое предложение было у меня. Это я поехал в Кызыл, мимо Абакана проехал, зашел на студию телевидения, познакомился, рассказал о себе, что вот еду в Кызыл. И тогда я помню, что люди, с которыми я говорил, они мне предложили, вы не знаем, как там получится с Кызылом, а вы возвращайтесь к нам в Абакан. Ну, сказали-сказали. Я уехал. Но Кызыл это оказалось для нас слишком большой экзотикой. Тем более, что, как бы, мне приходилось там работать не только диктором и режиссером, и в чем-то даже редактором. И много было всякого форс-мажора. И жизни там не получилось. Я подумал, вспомнил о том предложении, которое прозвучало в Абакане. И осенью 1900, страшно сказать, 73-го года я вернулся в Абакан, пришел и говорю, вот я готов с вами обсуждать возможности работы в вашем коллективе. И вот, собственно, тогда и началась вот эта новая часть моей жизни, которая, как бы, стала началом. Началом профессиональной, новой жизни. Потому что Круг — это такая уникальная программа. Это была программа целого вечера. Вот сейчас уже трудно, наверное, представить сегодняшним телезрителям, что когда-то телевидение давалось только по спутниковой большой тарелке орбиты. И было два дня в месяц, когда давалась профилактика оборудования. И тогда полный вечер выходили программы местного телевидения. Вот, собственно, мы предложили такую концепцию, такую модель собственного контента вот на протяжении всего вечера. Куда бы входил и по заявкам зрителей концерт, музыкальный концерт «Криптограмма», встреча с интересным человеком, художественный фильм, естественно, сказка для детей, потому что «Спокойной ночи, малыши» оно выпадало из этого контекста. И самое оригинальное, самое необычное, ну, как бы там было два таких момента необычных. Это то, что я пел, открывая эту программу, и там замечательные слова были в этой песне. «В кругу друзей вечерний час слова хорошие звучат, и вновь тебя, наш верный друг, зовем мы в этот круг. О чем бы ты ни написал, мы рады новым адресам, о письмах, присланных не зря, поговорим, друзья». Почему фигурируют письма? Потому что как бы формат программы назывался «Программа по письму». И действительно, писем было огромное количество после каждого выхода в эфир, огромное количество писем с предложениями, с вопросами, с замечаниями, с критикой, с чем угодно. И это действительно было таким уникальным явлением, которое, в общем-то, потрясло, не побоюсь такого громкого слова сказать. Вот тогда эфир местный. И я даже сам помню, что иногда не до конца осознаешь, что ты работаешь на телевидении, ты закрываешь вещание, закрываешь вечер и говоришь «до свидания», а потом идешь по улице и смотришь, что в окнах уже темно. И думаешь, ну вот сейчас приду домой, включу телевизор, и понимаешь, что включить-то можно, только там уже ничего нет. То есть вот этого ощущения, что я и телевизор – это одно и то же, вот как-то вот этого ощущения не было. Я жил на улице Щетинкина, в доме, который примыкал к зданию, в котором была милиция тогда. Не знаю, сейчас осталось ли это так, как это было, но, по крайней мере, летом и весной, когда тепло, окна были настиж открыты, так же, как они были открыты в милиции, и мой день начинался с того, что я слышал сводки и рапорты о происшествиях, о дорожных ДТП, ну и прочих-прочих делах. То есть как бы новости входили в мою жизнь с самого утра прямо в моем доме. И, как бы, второй необычный момент, который отличает эту программу от многих других, заключался в том, что в этой программе был блок для, ну, для женщин, так условно мы его называли, где мы давали советы, давали рецепты, и более того, мы поставили в студии плиту электрическую, и мы там, вот здесь сзади меня даже промелькнули фотографии, вы их видите, где мы там пекли блины. Это вообще, вы представляете, что это был шок, потому что на фоне обычного, достаточно казенного языка, которым вещало телевидение в 73-м, 74-м, 75-м году, вы можете представить, что это было за время, вдруг диктор, который поет, который жарит блины, который ведет свободные разговоры с кем угодно и о чем угодно. А вот самые свободные были, как раз у нас была такая программа к 8 марта, и она была такая необычная, поскольку встреча была с интересными людьми, это была программа, один из блоков этой программы был о замечательном учителе из Краснотуранска Николая Алексеевича Демини. Тогда было такое понятие «юг Красноярского края», и вещание абаканского телевидения распространялось в том числе и на эти районы. Я не знаю, как сейчас обстоит дело, но тогда, вот я помню, что мы летали туда даже на самолете, знакомились, сам Николай Алексеевич был уже достаточно немолодой человек, и мы решили собрать его учеников к нам в студию, и чтобы они рассказали о нем, и вообще это было такое оригинальное по форме, и тут тоже вот где-то кадр мелькает, что мы сидим в классе, а это сидят уже взрослые ученики, вот этого Николая Алексеевича Демина. В другом каком-то блоке был какой-то женский рассказ, и мы там пели песни, в том числе, вот я даже помню такую строчку, часто сижу я и думаю, как мне тебя называть, знаете, такая песня. И потом вот хором мы все ее подхватывали. Но самое потрясающее было после того, когда выходили эти женщины, поскольку ведь был сплошной эфир, видеозапись была очень минимальная, то есть лимит был маленький, я не помню, нам давалось, может быть, почти не давалось, все шло живьем, как мы говорили. И вот представляете, вышли люди, женщины, и входит зоопарк. И вот этот зоопарк, это яркая моя страница в моей жизни, моей истории, которая во многом ее и переменила. Там был маленький львенок, журавль, еще не помню, какие звери, лисица, но они все были из замечательного зоопарка, который, вы-то знаете, жители Абакана, про такого человека, удивительного, это был Александр, по-моему, если я помню, Александр Сергеевич Кардаш, директор мясокомбината, который придумал вот такое удивительное и оригинальное дело для работников, которые работали на мясокомбинате, а можно представить, что мясокомбинат, это все-таки мясокомбинат, и душа человека может очерстветь, и вот он об этом думал, и как бы начал создавать небольшой зоопарк, где люди, наоборот, выходя с рабочей смены, или в перерыве кормили зверей, там как-то их ласкали и чувствовали себя душевно комфортно вот рядом со зверями, несмотря на то, что на мясокомбинате приходилось зверей убивать для того, чтобы делать колбасу и всякое прочее. И вот часть этих зверей из этого зоопарка прибыла к нам в студию, и у меня лежали листочки какие-то, и в один какой-то ответственный момент это же звери, птицы, им же не расскажешь, как себя вести. Ну, во-первых, львенок, он страшно испугался, и, честно говоря, даже обмочился, сидя под стулом, там в уголочке забился. Он действительно был совсем маленький, потому что свет, фонари, люди. А рядом со мной как-то стоял журавль, и вот журавль решил расслабиться, да, он, значит, вот так вот взмахнул крыльями, и взмахнул, да ладно, но ведь у меня улетели все листы, весь текст, который у меня аккуратненько был разложен, куда я мог подглядывать, там что-то на себе, тезисы какие-то высматривать, а тут все улетело. Я никогда не забуду вот это ощущение, вот этого шока, когда в студии зоопарка идет прямой эфир, и у меня нет никакого текста. И вот, собственно, я считаю, что есть такая хорошая французская поговорка, только говоря, научишься говорить. И вот, собственно, с этого момента я и начал говорить, говорить сам своими словами. Ну, и во многом я благодарен тому, что меня жизнь свела с моей женой, товарищем, другом Литвинцевой Ольгой Михайловной, она так и осталась, как творческий человек со своей фамилией, и как настоящий редактор она почти никогда не выходила в кадр, она всегда была за кадром, и во многом я олицетворял ее, и она более тонко умела продумывать какие-то вещи, а я их реализовал. То есть у нас был, конечно, такой, да, собственно, он и есть, творческий союз, который помогал, и мы оба благодарны тому, что в жизни мы встретили друг друга, и вот уже тоже в этом году мы отметили 41 год совместной жизни, так что можете тоже представить, какая большая, сложная, долгая жизнь прожита. И вот, безусловно, эти впечатления остались одни из самых ярких. Так же, как если говорить об Абакане, я никогда не забуду замечательную природу. Мы принимали участие в перекрытии Енисея на строительстве Саяна-Шушинской ГЭС. Мы, я никогда не забуду вкус варенья, который мы варили, побывав в лесах, а ведь жители Абакана знают, что там достаточно сесть на электричку, немножко проехать, и ты уже оказываешься в лесу. И вот это варенье, такое шестисортное, такое ассорти мы делали, где была лесная, черная смородина, белая смородина, малина, еще что-то, еще что-то. Это был незабываемый, передаваемый букет и такая вкусная вещь, что никогда такое больше не повторилось и не повторится, потому что это из тайги. Я никогда не забуду, конечно, а мне, благодаря тому, что я подружился с одним из телеоператоров абаканского телевидения, забыл, честно говоря, вот фамилию, стыдно, но забыл, который уже работал экскурсоводом в Абаканском бюро путешествий и меня туда привел. Собственно, это тоже одна из частей моей жизни, начала продолжаться именно в этом формате. Я возил экскурсии и на Саяно-Шушинскую, ГЭС, и в Шушинское, в Минусинск, и экскурсоводов, экскурсантов, как правило, было очень много, потому что прилетали самолеты из Норильска и из других городов, целые группы, и это тоже была определенная такая часть жизни, интересная, которая позволила столько много повидать. Я никогда не забуду вот эти цветущие багульник, да, в горах, в Саянах, или жаркие, то есть каждое время года немножко меняло и менялась картина. Это потрясающее, конечно, впечатление оставило в жизни. Точно так же, как потрясающее впечатление оставило знакомство с народным творчеством, да, как мы бы сегодня сказали, с представителями хакасского народа. Мы делали много передач, в том числе в рамках программы круг, потому что нам это было интересно, и причем люди видели, что это не подделка, что мы не имитируем интересы, а на самом деле нам это интересно, и мы это любим. И это действительно для нас осталось незабываемым и оставило очень большой след в нашей жизни. Поэтому говорить можно много, но поскольку мне поставлен формат 20 минут, я стараюсь 20 минут уложить все, что можно, коротко, телеграфно скажу, что было потом. Из Абакана я уехал в Чебоксар, и мы проработали там 6 лет, а потом переехали в Куйбышев в 82-м году. И вот уже 32 года я живу в Куйбышеве, при мне она стала Самарой, ей было возвращено историческое имя. И я работал и на Куйбышевском телевидении, но потом ушел в газеты, а потом ушел в интернет. И вот сейчас, собственно, работаю в интернете, вот эти награды, которые вы видите, это за то, что мы чего-то добивались все эти годы. И поэтому, вспоминая Абакан, если сказать, что будет потом, будет благодарная память. Память о людях, память о тех, кто нас не забывает и не забыл. И мы вам очень благодарны. Я передаю привет Атольге Михайловне. Она сейчас пишет книгу, где будет и глава о том, как мы жили в Абакане. Я был очень рад вспомнить сегодня свою молодость и свою юность. Я думаю, что и кому-то из вас было приятно, наверное, вновь встретиться со мной, как тоже со своей молодостью и юностью. Всего вам доброго. До свидания. Сегодня с Александром Васильевичем Барышевым мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакассии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды республиканского телевидения. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия 1. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова